11 апреля, вторник. Думская ТВ работает в прямом эфире. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Хороший день, не правда ли? Погода шепчет, пойди на море, пойди в парк. А насколько это безопасно? Полиция Одессы вчера выдохлась и сегодня, скорее всего, отдыхает. Значит, это что ситуация криминогенная обострилась? Я не знаю, но у нас есть человек, который знает, что происходит в криминальном мире города Одессы. Наш корреспондент Иван Леонтьев, как всегда, подготовил хронику одесского региона, криминальную хронику одесского региона. Ваня, приветствую тебя в эфире. Добрый день, коллеги. Итак, с чем пожаловал? Много ли, честно говоря, тревожащих новостей и хотелось бы больше хороших? Ну, без особого резонанса. Прошла неделя, если не считать вчерашних событий, да, вот с задержанием большого количества участников я намеренно обошел эту тему, чтобы как бы не влезать, грубо говоря, в политику. Не портить статистику. Во-первых, ситуация еще не закончилась, насколько я понимаю. Да, она еще в процессе. Ну, вот в моем топе ее нет. Ну, вот, повторюсь, спокойно прошла неделя. Единственный вот резонанс, это был поджог элитной иномарки. В ночь на 5 апреля в центре Одессы сгорел внедорожник Range Rover, как потом выяснилось, принадлежащий отцу, совладельца ночного клуба «Ибица». Преступление запечатлела видеокамера. Давайте посмотрим, как действовали злоумышленники. Телефон, на который он звонил, скорее всего, единичный. Карты выбросили. А звонили, скорее всего, с места, где человек, которому звонили, много не находится, либо вообще... Это кто и сказался. Ну, это я так и полагаю. То есть, правильно я понимаю, что отцу, совладельца ночного клуба «Ибица». Да, ну, я не знаю, имеет ли это деталь значение какое-то для следствия. Ну, наверняка имеет. Ну, это так, к слову. Ну, как минимум, чтобы установить мотивы возможные. Как минимум, да. Ну, вот это уже следствие установит. Ну, вот в городе был введен оперативный план «Перехват». Спираль. Патрульные быстро задержали злоумышленников. Ими оказались двое одесситов, 25 и 36 лет. Клуб не пустили. Они не смогли толком объяснить на месте, естественно, мотивы совершения этого преступления. Ну, и, собственно, уже были доставлены в отделение, и там уже дальше пошли разбирательства. Ну, интересно, вот что, обыскав задержанных, а также их автомобиль, в автомобиле были найдены радиоуправляемые зажигательные устройства. То есть, это дает... То есть, у них были планы на вечер еще более обширные, скорее всего. Ну, это дает основания, да, предполагать, что они причастны к совершению еще целого ряда аналогичных преступлений на территории Одессы области. Вот сейчас полиция выясняет, так ли это. Интересно, мотивация. Да, да. Ну, перейдем к следующему эпизоду. В Одессе перекрыт очередной международный канал торговли людьми. Ситуация стандартная. Молодая девушка едва не улетели на заработки. За границей их ждала работа в секс-индустрии. И поездка, скорее всего, была бы в один конец, как это часто бывает. Давайте посмотрим. Есть видео задержание, вот, оперативное. Руки, руки. Ну, я скажу, что мне не очень нравится это маршрутное такси, с которым приехали ребята в райотдел. Это мягко говоря. Уверен, что статья серьезная предусмотрена за это правонарушение. И нам не показали девушек, которые, собственно, пытались отправиться в этот свой вояж. Ну, смею предположить. Сколько человек он хотел вывезти? Это были, мы видели на видео двоих молодых людей, но на самом деле фигурантом производства уголовного открытого является один из них в красной куртке, который был... А второй в черной куртке? А второй, я так понимаю, он сопровождающий, да. Ну, вероятно, он пошел свидетелем данного производства. Я не знаю, пошел ли он на сотрудничество со следствием. Ну, в общем, задержанным оказался 20-летний уроженец Полтавской области. Двоих одесситок, 27 и 28 лет, он намеревался вывезти в Арабские Эмираты для дальнейшей сексуальной эксплуатации за работу в ночных заведениях в Дубае. Девушкам обещали от 8 до 10 тысяч. Ну, девушки знали, куда они едут, для чего они едут. Девушки знали, куда они едут, да. Ну, так в чем проблема? Я понять не могу. Проблема в том, что вряд ли бы им удалось вернуться назад, если бы они захотели. Ну, вот я удивляюсь, честно говоря, каждый раз, когда я слушаю подобную новость, а ты уже нас знакомишь со второй такой ситуацией подобной. Я удивляюсь просто. Люди в наше время, ну, хочешь не хочешь, они смогут пройти мимо информации о том, что происходит, когда человек теряется после подобных выездов. С чем руководствуются девушки? Неужели они рассчитывают на что-то другое? Ну, вероятно, да. Вероятно, может быть, там, мечты о большой чистой любви. Я не знаю, что в головах. Ну, большой, да, но чистой вряд ли. Я тоже сомневаюсь. Да, да. Большой и обильный, я бы сказал. Давайте послушаем, как описывают ситуацию сами правоохранители. Вот есть комментарии полиции. Було затримано в Международном аэропорту Одеса 20-летнего жительства Полтавской области, который намагался вывезти в Объединенные Арабские ремиады двух девочек веком 27 до 28 лет. Также представниками было установлено, что раньше данный гражданин завербовал и пытался вывезти в Туреччине двух девочек веком 20 и 24 лет с методом сексуальной эксплуатации на территории данной державы. Как было сказано только что, данный эпизод с попыткой вывезти девушек в Арабские Эмираты не первый у задержанного. Вот ранее он уже завербовал двоих одесситок, 20 и 24 года им. Планировал переправить свой живой товар в Турцию. Работу девушкам обещали опять же в ночных заведениях у острова Кипр. — Подожди, я понять не могу. Я часто бываю в Стамбуле, и я не видел в Турции подобных заведений. Во всяком случае, в Стамбуле. Там как-то к этому вообще относятся очень странно. — Может быть, ты просто не искал? — Да, может быть, просто не в тех местах. — Ты с семьей был, Саш. В следующий раз без семьи ехать надо. — Я не знаю, где в Стамбуле продается свободный алкоголь, где можно найти подобные развлечения. Там достаточно строго относятся, вот в большом, почти 20 миллионном городе, очень строго относятся именно к этим моментам. Это харам, это табу, это запрещено. Где находятся эти территории? Ну, странно, странно, очень странно. — Давайте перейдем к следующему эпизоду. СБУ задержало при получении взятки одного из руководителей Одесской таможни. Как установило следствие, коррупционер систематически вымогал и получал взятки за содействие в оформлении товаров по заниженной стоимости при ввозе в Украину. — Имя, фамилия не разглашаются. — Естественно, да. Просто имеем чиновник, должностное лицо. В случае отказа злоумышленник обещал организовать припоны при оформлении товара, груза. Был задержан на горячем в личном кабинете при получении 600 долларов от очередной жертвы и вымогательства. — Ну, зная нашу систему, не удивлюсь, если он через суд попытается восстановиться в должности или будет продолжать исполнять свои обязанности, пока идет... — До самого суда, да. — Зная наш суд, я боюсь, что он будет продолжать работу в той же должности. — Давайте перейдем еще один эпизод. И вновь Одесская таможня, и вновь СБУ. Пресечена деятельность преступной группы из числа работников таможни, которые организовали серую схему легализации авто при ввозе в Украину. Установлено, что четверо должностных лиц действовали в сговоре с оценщиками имущества и с коммерсантами. Предположительно, схема действовала с начала этого года. Вот с февраля ему удалось, по данным следствия, переправить таким образом и легализовать в Украине более 400 иномарок. Ущерб ежемесячный для государства составлял более 13 миллионов гривен. — Учитывая, сколько у нас стоит растаможить официально машину, мне трудно обвинять этих людей. — Да, честно говоря, одно вот тянет за собой другое. Почему не сделать доступными эти автомобили? Вот думайте сами, автомобили, которые покупаются в Соединенных Штатах, то есть перекупаются, они их не производят. Они все равно, сумасшедшие деньги стоят здесь, и люди все равно их брут, потому что это дешевле, чем купить по белой схеме. — Зачем далеко ходить в Штаты, Польша? За полторы-две тысячи долларов можно купить абсолютно нормальную, поддержанную иномарку. Но растаможить ее здесь будет стоить в два раза дороже, чем ты ее приобрел. Естественно, люди ищут серые пути. — Возможности заработать и чиновникам, и нарушителям. — Ну и люди хотят ездить на нормальных машинах по нормальным ценам, а не переплачивать. — Да. — Ну, безусловно, чтобы брать взятку на рабочем месте, это не... — Противозаконно. — ...неправильно, мягко говоря, но с другой стороны, мы понимаем, откуда растут ноги в этой ситуации. — Ну да, рыба, как говорится, известна, откуда гниет. В Малиновском районе задержаны трое иностранцев. Полиция их окрестила как этническое ОПГ, которые промышляли кражами товаров и имущества у предпринимателей седьмого километра. В ходе обыска у преступников... — Почему в Малиновском районе? — Ну, я так понимаю, по месту съемного жилья, где они жили. В ходе обыска вот был обнаружен микроавтобус на иностранной регистрации, в котором находились тюки с тканью, 21 штука, на общую стоимость почти полмиллиона гривен. То есть вот наворовали. Было установлено, что эта кража у них не первая, объявлено о подозрении совершения еще ряда аналогичных преступлений, в том числе со взломом, то есть проникновением в жилище, ну, отягощающие обстоятельства. — А, простите, а выходцы из какой страны эти люди? — Не уточняет полиция. Я так понимаю, это одна из стран ближнего зарубежья. Ну, как обычно. — Придестроим, может? — Такая формулировка. Не будем уточнять. До шести лет тюрьмы им грозит. Ну, перейдем к последнему эпизоду, даже вот не столько эпизод, сколько профилактика. Хочется напомнить, что апрель в Одесской области объявлен полицией месяцем сдачи оружия. Вот уже можно... — Алло? — Нет, нет, я не готова. — В первых результатах этой акции перевентивной в Белграде-Денисровском с начала месяца жители района и города принесли в полицию уже семь единиц оружия, два ружья, обрез, два револьвера и даже две мины. Вот. Также есть результаты в Болгородском районе, там мужчина сдал полицейским гладкоствольное ружье. Правоохранители напоминают, что добровольцам будет разрешено легально оформить данное оружие. — А я вам скажу, что в какой-то момент времени я пытался, потеряв документы на ружье, пытался попасть в месячник. Я таки и попал в этот месячник, но с большими сложностями. — Нет, нет. Отказывались принимать, им очень хотелось взять с меня штраф, то есть они не хотели меня пропускать по системе месячника. Ну, разумеется, не получилось у них, во всяком случае, у меня все получилось по закону. — Ну и стоило это нервов, да, небось? — Никаких нервов, да. Ну, ты совершенно прав, Иван, это стоило нервов, но не мне. — Угу, я понял. Ну, в общем, такой был... — Я так сейчас говорю, потому что не всегда горят желанием сотрудники исполнять подобную практику, месячника по сдаче оружия. Поэтому, граждане, будьте бдительны, не бойтесь, сдавайте оружие, требуйте соблюдения своих прав. Оформляйте его официально. — Такой была прошедшая неделя, семь дней. Ну, что же, увидимся в следующий вторник. — Спасибо наш корреспондент Иван Леонтьев с традиционной хроникой, криминальной хроникой Одесского региона. Прервемся ненадолго, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин